Из дневника наркома иностранных дел Молотова. 22 июня 1941 года в 5.30 утра на прием явился посол Германии Шуленбург. Зачитал ноту. Что она означает, спросил Молотов. Шуленбург ответил, по его мнению, это начало войны. Выставка накануне Великой Отечественной, которую открыл в выставочном зале Федеральных государственных архивов, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказывает о том, как начиная с сентября 1939 года действовало руководство СССР в условиях надвигающейся войны. Агрессия против нашей страны была предопределена самой сущностью преступной нацистской идеологии, стремлением к мировому господству и такой слепой ненавистью к славянским народам. Советское руководство, понимая неизбежность войны с гитлеровской Германией, предпринимало усилия для того, чтобы осрочить начало войны, чтобы выиграть время для подготовки к отражению агрессора. На этих картах Сталин накануне визита в Москву Риббентропа карандашами обозначил зоны, которые стратегически важны для обеспечения безопасности СССР. А вот и тот самый договор, который был подписан осенью 1939-го между СССР и Германией, а также секретный протокол к нему. Сергей Евгеньевич, мы впервые демонстрируем здесь подлинник этого договора, в результате которых новая граница СССР прошла по линии рек Сан-Убук, фактически совпадая с известной линией Керзана, которая странами Антанта предлагалась в качестве справедливой границы между Советскими Республиками и Польшей еще в 1919 году. Вскоре после этого руководство СССР подписывает соглашение о взаимопомощи с Прибалтийскими республиками, получив право создавать на их территориях военные базы. Но при этом, естественно, наши спецслужбы, в том числе ваши предшественники, конечно, и группы, и защиты дипломаты наши по линии посольств внимательно отслеживали, как ведет себя прибалтийская элита. Летом 1940-го парламенты Латвии, Литвы и Эстонии принимают декларации о вхождении в состав СССР. Все это начало делаться тогда, когда рухнула Франция. То есть, фактически, да, то есть, до этого, естественно, западные союзники поддерживали Прибалтийские буржуазные республики. Параллельно внешнеполитической шла деятельность по перевооружению армии. Принимались кадровые решения по высшему командному составу. Министерство обороны России в рамках реализации поручений президента Российской Федерации активно проводит работу по выявлению, отбору, рассекречиванию и отсекровке архивных материалов. Введение их в научный оборот имеет важное значение как для российской, так и для мировой историографии, а содержательная часть данных документов повышает эффективность противодействия попыткам фальсификации истории. Документы из фондов Российского государственного военного архива свидетельствуют о планах англо-французских союзников нанести удары по нефтяносным районам Советского Кавказа. Сегодняшняя выставка имеет очень важное значение не только для нас, российских историков, но она имеет и серьезное международное измерение. Прекрасный каталог выпущен, он будет на английском языке в скором времени. И я хотел бы посоветовать и, пользуясь вашим присутствием, уважаемые журналисты, обратиться в том числе и к нашим иностранным коллегам, историкам. Пожалуйста, знакомьтесь с этим каталогом. Ну, у кого есть возможность посмотреть выставку, я понимаю, что в условиях пандемии это непросто. И мне кажется, что это будет очень серьезно обогащать наше знание и представление об этом трагическом, драматическом периоде нашей истории. А завершает экспозицию журнал посещений кабинета Сталина от 22 июня 1941 года. Начиная с 5.45 утра в нем побывало все партийное и военное руководство страны. В эту ночь были приняты первые решения в условиях начавшейся войны. Служба информации Фонда История Отечества.